В научном центре педиатрии и детской хирургии запустили благотворительный проект Smart School. Он позволяет пациентам больницы, среди которых дети с онкологическими, гематологическими и редкими заболеваниями, получать бесплатное обучение. В каждом из трех кабинетов будет проводиться своя насыщенная программа. На открытии необычных классов побывала наш корреспондент Анастасия Валикжанина. Организаторы общественного фонда как-то задумались, чем можно наполнить жизнь ребенка, получающего длительное лечение в научном центре педиатрии и детской хирургии. Идея пришла моментально. Общими усилиями волонтеров и неравнодушных жителей Казахстана удалось открыть проект Smart School, который наполнил жизнь ребенка совершенно новыми красками. Это возможность нашим детям в период длительного лечения, в период длительной химиотерапии получать образование, развиваться. Получать образование не только в рамках школьной программы, но и заниматься любимым делом. Дети могут тут заниматься шашки, шахматы, лего-конструирование, робототехника. В специально отведенных кабинетах детей будут бесплатно обучать английскому языку, обеспечивать вне классными занятиями. Здесь они смогут лепить из пластилина, писать картины, заниматься арт-терапией. Кстати, большинство преподавателей работают на добровольных началах. Все они прошли специальную подготовку. Мы здесь преподаем робототехнику. Для детей это очень важный процесс не только получения знаний, но в том числе и реабилитационного характера, эмоционального. Потому что для детей сама идея робототехники, того, что они могут собрать конструктор, который после этого живя запрограммирует, для них это вызывает такого эффекта. Smart School – это второй проект в детской больнице. Три новых кабинета, оснащенные арт-объектами и современным оборудованием, позволяют обеспечить активным досугом всех детей клиники. Хочу учиться английскому языку, получать знания, хоть лечишься в больнице, все равно получать знания, чтобы не отставать развиваться. Подобный проект помогает не только разнообразить жизнь ребенка, но и погрузить его в творческий процесс. Маленькие пациенты не разучились мечтать, а взрослые всеми силами пытаются помочь им поверить в свои силы. Анастасия Валикжанина, Радик Жакупов, Алматы, Хабар 24.